так время начала восьмого мы продолжаем точнее начинаем работу с очередным велосипедом клиент необычный не буду ничего про него рассказывать скажу что он просто высокого роста и достаточно много весит и вот такой у него классный велосипед giant ему 10 лет целый год он катался по московским реагентом и потом еще 10 лет у нас по тверской области ездила всякие леса и много куда еще летом он к нам приезжал наверное моего что-то делали я честно говоря не помню но по крайней багажник вот наш стоит и все хорошо значит какие у него проблемы во первых он упал и у него здесь вот вот так вот произошла ситуация но все работает проблем нету с этим значит что еще колеса будем править у нас имеется восьмерки на обоих колесах и спереди и сзади немножечко гуляет надо спицы протянуть то что вес большой клиента и к сожалению передний тормоз у нас за кисть у нас вот в таком состоянии вот это вот штучка коромысла на ржавенькая здесь все вся внутренности вылезли тросик закис сами вот эти механизмы тоже немножко не очень хорошо работает в общем надо взять рубашку тросик здесь все перебрать смазать дальше соответственно колеса стал я смотреть колеса немножечко здесь не видно на камеру немножечко люфтят то есть опять разбирая втулки перебирая втулки после этого протягиваем колеса и какая у нас проблема который мы не будем исправлять но она существует у нас вилка кривая то есть видимо либо после падения либо после наезд на какую-то яму повело ноги немножко ровно согнуло так что вот есть такая вот дилемма что с этим делать сильный износ цепи задней трещотки и процентов 50 износ системы но пока вроде бы цепь не проскакивает поэтому обсуждали с клиентом очень долго предлагаю все поменять игру пока можно и покататься когда надо будет мне тогда поменяем лучше сейчас адрес уже отработать дальше решили следующее значит колеса настроим настроим передачи потому что передачи не очень хорошо не переключается настроим передачи посмотрим если надо будет поменять поменяем тогда трансмиссию если надо будет менять тогда будем заниматься только колесами на переднем колесе у нас не было одной пружинки на заднем колесе нас двух пружинок нету вообще смотрите в чем проблема ось кривая на задней ось пойдет под замену видно да как она гуляет попробую навести вокруг своей оси . ось под замену скорее всего конуса тоже такого ракурса очень хорошо это будет видно все где-то там посередине согнута что вес у человека большой а задняя втулка под трещотку и она соответственно сгибается где-то вот в этом месте такого и спицы смотрите одна спица сломанная то есть был очень сильный удар согнула ось сломала спицу ось оказалась настолько кривая смотрите сколько грязи здесь внутри там песок внутри чтобы вставить сюда съемник трещотки не пришлось открутить сначала ось потому что иначе просто не подлезть то что называется клиент вовремя приехал достаточно удачно так переднее колесо помыл все хорошо но есть дорожки накатанные но нет кратеров все отличненько значит на переднем колесе очень густой литон который высох на этом конусе дорожки кратеров нету на этом конусе один такой маленький точечка такая как не могу поймать я думаю что мы это все оставим еще на год на два все походит то что здесь пыльники несмотря на то что они металлические снаружи стоят резиновые играть не попадая все хорошо а задняя . вы видите до песка очень много смазки уже нету то есть вот в таком состоянии шарики вываливаются и задней втулки хана то есть очень вовремя очень удачно приехал клиент смотрите какие там дорожки там уже прямо чего вот здесь хорошо видно начало прогрызать металл то есть еще буквально пару поездочек вот эту чашку бы выдавила видно до трещины пошли так что заднюю втулку будем менять скорее всего будем менять целиком колесо потому что на новую втулку и спиц на не подойдут и спицы уставшие и опыт за 10 лет он уже конечно плохо ему буду совет с клиентом буду предлагать новое колесо какой-нибудь